Всем привет! Видеокарта NVIDIA с цифрой 60 в названии по праву считается оптимально сбалансированными решениями, способными при Full HD разрешении запускать та же самая требовательная игра, пусть не на ультра, но уж точно на высокий настройках графики. Именно о новенькой GeForce GTX 960 на архитектуре Maxwell в исполнении компании MSI пойдет речь в данном видео. Потоковых процессоров у GTX 960 насчитывается 1024 штуки. Для сравнения, у младшей на одну ступень GTX 750 Ti всего лишь 640 микроядер. Референсная версия GTX 960 имеет частотную форму 1127 МГц для ядра, 1178 МГц Boost и 7000 МГц для видеопамяти, которой 2 ГБ со 128-битной шиной. Свою же GTX 960 Gaming 2G компания MSI прямо на заводе разогнала до 1241 МГц по ядру и 1304 МГц Boost, а часто памяти осталось без изменений. В дизайне MSI GTX 960 мгновенно узнается представитель серии Gaming, тот же черно-красный окрас и пара больших вентиляторов с изображением дракона. Но де-факто система охлаждения здесь обновленная TwinFrozer 5, которая обеспечивает температуру на 10 градусов Цельсия ниже, чем предшественница, и пока применяется только в видеокартах серии MSI GTX 900. Радиатор системы охлаждения состоит из большой по площади подошвы, трех тепловых трубок Super Su, две диаметром 6 мм, 1,8 мм и большого количества тонких ребер структуры Airflow. Дополнительно, небольшой радиатор установлен непосредственно на печатной плате видеокарты поверх транзисторов. Обдувается все это двумя 100 мм вентилятором с уникальной формой лопастей Torx. Еще одним важным новшеством системы охлаждения MSI GTX 960 Gaming 2G является технология ZeroFrozer, которая в простой АПК и даже в простеньких играх полностью отключает вентиляторы видеокарты для минимизации шума и уменьшения износа. Придачу MSI GTX 960 Gaming 2G полностью соответствует стандарту надежности милизари-класса. Применяются конденсаторы SolidCap, способные работать при повышенных температурах и дросселях SFC с суперпроводимостью. В виде выхода у MSI GTX 960 Gaming 2G 5, DVI с периферником на D-Sub, HDMI и 3 DisplayPort. В комплекте с видеокартой поставляются полезные приложения, в частности MSI Afterburner для ручного разгона с функцией Predator для видеозаписи геймплея, MSI Gaming App для переключения частотных профилей, производительный OC, балансированный гейминг и тихоходный сайлент, а также лицензии на XSplit Gamecaster и Broadcaster для стриминга игр на YouTube и Twitch. Наш экземпляр MSI GTX 960 Gaming 2G удалось разогнать до частоты 1396-1459 МГц по ядру и 7732 МГц по памяти, без повышения напряжения и питания. Прирост стаковой частоты по сравнению с номиналом составил 155 МГц, то есть 12% для ядра, 720 МГц, то есть 10% для памяти. Достойный результат, учитывая уже имеющийся сводской разгон. Компанию видеокарты MSI GTX 960 Gaming 2G в тестовом стенде составили 8.5-репроцессор AMD FX 8320E, разогнанный до 4,6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти HyperX Savage от Kingston, материнская плата MSI 970 Gaming и процессорный кулер Be Quiet Pure Rock. На видео в углу экрана указана частота кадров в играх до и после разгона. В Tomb Raider средняя частота кадров выросла с 90 до 99 FPS, в Middle Earth Shadow of Mordor с 70 до 77, в Total War ROM 2 с 65 до 72, причем немало заслуга в этом разгона процессора. Наконец, в Sniper Elite 3 частота кадров после разгона видеокарты перевалила за 100 FPS. В простое, когда вентиляторы видеокарты не вращались, температура дросла 50 градусов Цельсия. После 15-минутного прогрева бенчмарками Eugene Valley при номинальных частотах температура повысилась до 66 градусов, при скорости вращения вентиляторов 800 оборотов в минуту, а после разгона выросла всего лишь на 2 градуса при тех же оборотах. Как и предыдущие 60-ки Nvidia, модель GeForce GTX 960 подтвердила свой статус, отлично сбалансированный по цене и производительности видеокарты. Вы не порадовала версия MSI GTX 960 Gaming 2G. Тихая, эффективная и, что не важно, для геймера стильная на вид систем охлаждения, высокая надежность конструкции, немаленький заводской разгон и еще больший потенциал для дополнительного ручного. Видеокарта получилась без явных недостатков, за что заслуженно получает нашу наивысшую награду выбор редакции RootNation. Больше статьи и видео на сайте rootnation.com. Спасибо за внимание, пока!